И тут из ниоткуда возникает новая личная переписка, там кидают PDF, я открываю, вижу оффер, думаю, ничего себе развод. Алишер Моргенштерн говорил о том, что любые ошибки — это опыт, и хуже всего будет не попробовать. ВК в Зингере, ВК дома, и вот я не выхожу из ВК никак. Ой, поверь, мы все так живем, все нормально. Я, наверное, буду ходить в студенческую столовую и спрашивать, а где водичка? А где сырочки? Где сырочки? Где сырочки? А где завтраки? Может, поработает? Всем привет! Вы слушаете первый осенний выпуск подкаста от команды ВКонтакте «Зингер Б». Здесь мы обсуждаем все, о чем говорят в самом большом питерском флудильном чате команды, и даже больше. Меня зовут Катя Лапанович, я менеджер проекта в команде «Бренд-работодатели». Меня зовут Паша Иванов, я менеджер проекта в команде «Хэппи Санта». Горячо рекомендуем послушать наши предыдущие выпуски, если вы этого еще не сделали. Например, в прошлый раз мы обсуждали осознанное потребление и раздельный сбор мусора. А до этого говорили об инвестициях, учились правильно тратить деньги, копить и зарабатывать на вложениях. Ну а сегодня мы выясняем, как начать карьерный путь в IT молодым специалистам. Причем не только разработчикам. Узнаем, какие еще есть варианты, в принципе. Сегодня как раз последний день программы летних стажировок ВКонтакте на практике. Последние два месяца 14 стажеров были полноценными сотрудниками команды, реализовывали собственные проекты и прокачивали существующие. Вообще молодые специалисты в нашей команде были всегда, я имею в виду именно возраст. Когда-то давно, еще будучи школьником, частью ВК стал дизайнер Илья Гришин. А еще с нами работали Сева Житков и Кирилл Верьянов. Им было по 17, когда они пришли в ВК. И все они делали классные полноценные проекты наравне со старшими коллегами. Хотя сами как будто бы еще имели не очень много опыта. Да, это классная практика. Приглашать в команду именно молодых талантливых специалистов. Они могут свежим взглядом посмотреть на процессы и продукт, придумать что-то новое или экспериментальное. И поучиться новому самим, конечно же. В том числе для этого мы и проводим уже четвертый год программу летних стажировок. И каждый год стажеры радуют высоким уровнем подготовки. Кстати, о подготовке. Как прийти на стажировку в крупную компанию, например, в ВК, будучи школьником или студентом? Нужно уже что-то уметь или, может быть, обучиться на ходу? Вечный вопрос с сайтов с вакансиями. Как в 20 лет заполучить 10-летний опыт работы и кучу навыков? И об этом нам расскажет наш сегодняшний гость. Стажер программы ВКонтакте на практике, дизайнер Илья Налимов. В свои 19 он уже прошел путь от фриланса через стартапы и социальные проекты до стажировки его ВКонтакте. И это ведь самое начало пути. Что же будет дальше? Илья, привет. Расскажи, с чего начался твой путь в IT? Привет-привет. Привет всем слушателям, которые сейчас включили этот прекрасный выпуск про начало своей карьеры. Меня зовут Илья. Да, я стажируюсь ВКонтакте уже целых два месяца. Пролетели они довольно быстро, но были очень насыщенными. Чем я занимаюсь? Да я рисую интерфейсы, те самые кнопочки, тоглы, в общем, перекрашиваю в веб. В общем, занимаюсь многим, но основным проектом за это время был именно мессенджер. То есть меня взяли в команду мессенджера. Да, расскажи, пожалуйста, вообще, почему ты решил заниматься дизайном, как ты к этому пришел, кого читал, изучал? Может быть, что-то посоветуешь тем, кто хочет тоже с нуля научиться дизайну? Я могу в процессе говорить какие-то фамилии, может быть, неизвестные слушателям, но я очень советую хотя бы познакомиться с ними после прослушивания этого подкаста. В общем, вообще идея стать дизайнером пришла случайно. Я просто изучал какие-нибудь форумы, сайты, читал книги про разных дизайнеров, про то, как они мыслят, как они доносят сквозь вот все это пространство, реальность, все свои образы через предметы, через цвета, а то-то шрифтами. В частности, я очень интересовался работами Филиппа Старка. Филиппа – это промышленный дизайнер, работы которого мы видим ежедневно, это и стулья, столы, какие-то приборы. И мне кажется, он и еще несколько человек вдохновляли меня, и я решил, что смогу повторить эту успешную историю. Конечно, тогда я был еще таким ребеночком, который учился в школе, и это были лишь мечты, но я решил сделать первый шаг и, в принципе, просто начать рисовать. То есть я заинтересовался дизайном интерфейсов и отрисовывал интерфейсы, которые уже есть сейчас. Например, перерисовывал сайты известных компаний или просто рисовал, что в голову придет. В общем, пытался какие-то навыки получить в программе. Тогда я работал в Adobe XD, и она только-только начиналась. Это был для меня максимально незнакомый инструмент. И да, я не начинал в Photoshop, как это могло показаться. И для многих Photoshop стал стартовой точкой, нет, для меня стал Adobe XD. Потом, со временем, когда я понял, что можно выходить на огромный просто океан рынок фриланса, то я взял свой первый, и, наверное, тогда он показался суперсложным проектом. Я решил задизайнить сайт, а сайт этот был интернет-магазином. То есть уже насколько велики масштабы работы, которые меня ожидало. Так и получилось, проект затянулся почти на два месяца. Конечно, это не фулл-тайм работа, это все было после школы, в свободное время, вечерами, ночами. Я списывался с заказчиком. Ну, то есть я пытался выстроить какой-то нормальный флоу работы, как это происходит сейчас в команде, но тогда не было ни опыта, ничего. Просто чатились, скидывали фотографии, я скидывал какие-то макеты. А сколько тебе лет было? Это было, вот чтобы не соврать, наверное, класс седьмой-восьмой. Ого. Да. Круто. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, блин, я был такой маленький. Ну, такой взрослый, уже взял взрослый проект, тебе дядьки там большие, серьезные. Но мне повезло, что заказчик оказался тоже молодым довольно. Вот, ему было что-то порядка 27-28 лет. То есть мы были более-менее на одной волне. И я избегал каких-то сложных терминов, не бросался в ним своими знаниями, но пытался применить все навыки вообще в своей работе, наложить максимум изучных теней, там, блюра какого-то, обводки, все, в общем, в один проект засунул. Чтобы богато было. Да, чтобы можно было потом сказать, смотрите, какой забахал проект. Вот. И, естественно, представился, как какой-то дизайнер с опытом, что у меня там уже за спиной столько проектов, но показывать не буду, просто на слово верить. 14 лет, действительно, 10 лет опыта. Ну, так-то да. Порог, вхождение был пройден. Что ты уже умел к этому времени? Какой опыт тебе пригодился из того, что ты успел прочитать, может быть, изучить, попробовать, нарисовать самому? Наверное, вот в процессе работы и обучения в дизайне он чем-то походит на работу программиста, который, конечно же, программист не знает вот всех вообще команд. И порой мы там обращаемся к какому-нибудь Stack Overflow и ищем нужную нам задачку. Наверное, в дизайне то же самое. Нужно просто научиться быстро работать с инструментом, чтобы можно было потом зайти на форум, посмотреть, ага, это делается так-то, так-то, и вернуться, и быстро это в программе сделать. Вот, наверное, в дизайне, в принципе, на работу влияет насмотренность и скорость работы в инструменте. Это ты уже в 14 понял. Ну, то, что это так называется, понял, естественно, не в 14, но старался вот этими принципами руководствоваться неосознанно в том возрасте. Классный опыт. Что было дальше? А дальше было еще интереснее. Ну, конечно, несколько проектов спустя были тоже фрилансерскими, но не такими интересными, то есть там маленькими какие-нибудь. Не такими богатыми. Не такими богатыми, да. И уже не пытался всунуть все свои навыки вот в один проект. Я старался просто делать какие-то проекты ради профита. И одним летом я приехал в Москву отдохнуть. Конечно, мы все из Краснодара, из такого теплого места приезжаем в Москву отдохнуть. И затесался в тусовку, которая... В общем, это были iOS-разработчики. Они делают всякие-всякие приложения. Это ребята из разных команд, из разных стартапов. В общем, такое очень крутое комьюнити. Действительно, очень крутое. Познакомился с одним разработчиком. Он создавал приложение по изменению фотографий. То есть на основе искусственного интеллекта они изменяли фотки. И как-то мы так разболтались. Я говорю, что очень хочу поучаствовать в каком-то амбициозном проекте. У меня есть силы. Вот, смотри, у меня есть интернет-магазин, который продавал корма. И мы решили, что стоит поработать вместе. Я уже уехал из Москвы. И, кстати, попутно, такой мини-тимбилдинг, мы в офисе Туту посмотрели WWDC. А это реально сплочает, потому что там заказали пиццы. Нас было человек 30. Мы просто смотрели и радовались фичам, которые представляют. Ну, естественно, мы сдружились за это время. Потом делали проект, в котором нас было четверо или пятеро. Естественно, за дизайн отвечал только я. Ну, у нас в команде такая самая стандартная команда. iOS-разработчик, Android-разработчик, бэкэнд, дизайн и все. То есть у нас не было веба, мы не предполагали пока его. А пятый? А пятый? Кажется, я не помню, кого было двое. Пятым был менеджер проектов, который стоял и задал вопрос, ну что там? Ну как там дела? Такого нам не хватало. Вот честно, не хватало человека, который придет в чатик, даст пинка всем. Это у нас Паша такой человек. В смысле? Ну ты разве не этим на работе занимаешься? Ну ладно, ну блин, это же просто клише, зачем? Мне стало неловко теперь. В общем, мы делали стартап как гид по разным городам. И делали первое время на драйве. То есть там первый месяц мы прям каждый день списывались, кто что сделал. Вот я там за ночь так нахакатонил. Ну я не хакатонил, я рисовал так в свободное время, когда муза приходила. Но через месяц стало понятно, что уже закончилось лето. И стало понятно, что времени у команды не хватает совсем. Конечно, я там старался выделять ради такого амбициозного проекта. У меня первый раз в жизни опыт работы в стартапе. Я пытался найти время просто везде. Я ночью сидел. Я, не знаю, со школы шел, быстро что-то печатал себе, чтобы нужно было нарисовать сразу, как приду. В общем, я пытался даже на школьных компьютерах что-то рисовать между уроками. Понятное дело, что из этого выходило. И проект потихонечку, было видно, что сворачивался. И там в конце концов остались только я и как раз вот Артем, с которым мы это все начинали. Остались так у разбитого корыта, у недокрашенного дома. Но мы какое-то время пообщались даже, а потом как-то пути разошлись. И я опять вернулся к фрилансу. Круто. Вообще, что такой опыт работы с небольшой и очень амбициозной командой тебе в итоге принес? Вот из того опыта, который ты вынес, в принципе. Если брать, в принципе, три разных вида опыта работы, это в крупной компании, как вот я сейчас работаю, это стартап и фриланс. Больше всего свободы есть в стартапе. И стартап это очень крутой полигон, где можно обкатать самые сумасшедшие идеи, где можно получить какие-то навыки, которые вот на фрилансе или в компании получить практически невозможно. Потому что и там, и там есть какие-то требования, а в стартапе это твой проект, и ты волен рисовать, что хочешь, брать референсы откуда угодно. Наверное, это круто, что я смог пройти все три ступени, потому что я и делал что-то по уже заранее подготовленному плану. Потом попал, вот, как сказать, где могу из самых разных палок, кирпичей всего строить, какой я хочу вообще дом, сам его проектировать. Это работа в стартапе. И сейчас это получилась такая комбинация. Да, у меня есть какой-то план, но при этом у меня есть определенного рода свобода. И я понимаю, насколько круто, если каждый сможет вот каким-то образом пройти все три ступени и ощутить и свободу, и научиться работать по плану, и при этом соблюдать дедлайны. Это самое главное. Это в любом проекте. Классный опыт. Уметь соблюдать дедлайны. Был ли у тебя какой-то еще, может быть, опыт помимо стартапа, фриланса и все остальное, что тебе запомнилось из твоей жизни, из твоего опыта дизайнерского, о чем ты можешь рассказать? Конечно, после вот этого вдоха свежего стартаперского воздуха у меня и выросли амбиции. Захотелось что-то творить, вот просто что-то делать захотелось. И возвращаться вот в этот скучный фриланс, где за 5000 рублей нужно нарисовать какой-то интерфейсик, было неинтересно. Поэтому я решил, что я создам этот полигон самостоятельно. Благо, школа это позволяла. Вот. Я еще был в то время лидером ученического самоуправления. Возглавлял все вот эти школьные дела с точки зрения общения с администрацией. И у меня была уже какого-то рода свобода. Поэтому свои решения визуальные я мог обкатывать. Так у меня родилась идея проекта «Решайся», но он уже не активен. Тогда это был проект профориентационный. Я звал разных людей из самых разных профессий, где они рассказывали школьникам о том, как вообще это все, как устроена внутренняя кухня. Потому что мы можем читать на разных форумах, смотреть вакансии и так далее, но даже не знать, как вообще профессия на самом деле ощущается. Может быть, он и не то вовсе делает. Поэтому я был свободен как в концепции этого проекта, так и в визуале. И вот я обкатывал этот социальный проект все больше и больше, звал все более амбициозных гостей. В конце концов, все дошло до того, что однажды, но это уже наступил ковидный период, начались все вот эти вот карантины. Проект перешел он в онлайн. И очень удачно, кстати, я проводил прямые эфиры с этими гостями. И вот это стирание границ, когда я мог общаться с людьми из самых разных городов, так вышло, что в один из дней нашим гостем была Дарья Бесядина. Она депутат Мосгордумы. То есть физически поговорить мы не могли, а вот в таком формате получилось. И еще одним гостем была Анна Губенко. Она вообще в Великобритании живет. Она возглавляет рекламное агентство одно, очень крупное в Краснодарском крае. И это тоже было очень интересно разговаривать, потому что я рисовал там все посты про этот проект. Я рисовал всю графику, которая была попутна. И все это, это же мое. То есть, по сути, я создал такой микро-стартап. Конечно, он был не ради привлечения какой-то прибыли. Я делал это вот на альтруистических началах, чтобы школьникам было понятно вообще, а куда идти. А кем работать? Потому что я сам задавался этим вопросом, и я тоже не особо понимал, вообще дизайн это игрушка для меня сейчас, или я действительно хочу вот стать дизайнером и серьезно что-то рисовать и менять мир. Ну, очень круто. То есть, такой социальный проект, который ты замутил сам, и его сам оборачивал в какую-то обертку, которая тебе нравится. Сам все рисовал и общался, да? Да, да. Все коммуникации тоже были. Вообще. Я думаю, что наверняка много школьников благодаря тебе, наверное, тоже выбрали какие-то классные специальности. Очень надеюсь, честно, очень надеюсь. Круто, что мысли о том вообще, что может быть дальше, тебя беспокоили не только лично твои, но еще и чьи-то еще в принципе. Это здорово. Да, ну давайте подойдем к интересному. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к стажировке в ВК? Знал ли ты что-то о ней раньше? И как попал? По ощущениям сложно, это было легко? В общем, расскажи, пожалуйста, про попадание твою в команду. Первое, что обозначу, стажировки — это круто. Это действительно крутая практика, не только в России и за рубежом. И я очень рад, что стажировки настолько активно пушатся в российском комьюнити, тем более среди дизайнеров. Про стажировку ВК, именно как ВК на практике, наверное, услышал я еще в прошлом году. Тогда это все онлайн-меры были, да, и там все это проводилось дистанционно. Но я был занят вообще не этим. То есть, ну, ЕГЭ, поступление. Какая стажировка? Что? И, конечно, после ЕГЭ ты ощущаешь такую пустоту внутри себя. Потому что вот ты шел-шел-шел к этой какой-то великой, а все же в школе всегда ее превозносят в ряд таких решений, которые на всю жизнь, да, и ты уже дошел до этой цели, ты все сделал, и ощущаешь максимальную пустоту. Вот у меня не было никакого желания ни подаваться, вообще в каких-то конкурсах участвовать. То есть просто оставьте меня, вот. И я так, соответственно, то лето и провел, вообще не думая о каких-то стажировках. Ну, расслабой, не ночили. Да, наверное, хотелось просто отдохнуть. Как это любят говорить, пожить ради себя. О, да. Но это длилось недолго, потому что было поступление. А в этом году я увидел, что ВКонтакте открывает стажировку. И, наверное, я надеюсь, что не один я такой, кто задумывался, что моих сил на это не хватит. То есть такой, ты ощущаешь, что, а может быть, я еще не готов к этому? А может быть, это стажировка для кого-то, кто более заскиллованный? Но я смог перебороть это чувство. И всем вообще советую, не думайте о том, что это сложно. Просто идите, подавайтесь, делайте тестовое. Просто, как это любил говорить когда-то один известный человек, push the limits. В общем, сквозь вообще все преграды, сквозь все. Делайте просто, и все получится. И у меня так получилось. Вот такая магическая история. Хочу тут добавить, это действительно есть такое мнение, что попасть на стажировку ВК невозможно, нереально сложно. Но это все возможно. Если вы нас слушаете и думаете, подаваться или нет в следующем году, обязательно подавайтесь. От вас ничего не убудет, если вы попробуете сделать тестовое, отправите свой вариант. Небольшой спойлер от менторов. Действительно присылают мало выполненных тестовых заданий как раз-таки потому, что, ну, во многих говорит перфекционизм. Например, я сделал его плохо, я его не буду показывать. Но это не главное. Главное, какие-то инструменты, которые ты применяешь в своей работе. Подход, к которому ты подошел в работе, если там на 100% не выполнено, неважно. В общем, делайте, как делайте, показывайте. Если будет плохое, то ничего страшного, никто на вас клеймо не повесит. Все понимают, что мы все учимся. Вот такое небольшое лирическое отступление о стажировке. Но ты выполнил тестовое. А что было дальше? Вообще все началось еще не с тестового. То есть все же начинается с заявки. Я, честно, не помню, прикреплял ли я какое-то портфолио. А я его готовил. Я, честно, ответственно, готовил все свои проекты, собирал воедино. Все, что когда-либо рисовал, я все в один большой PDF. Тот самый богатый сайт. Да, тот самый великий сайт. Он, к сожалению, не попал. Мне просто теперь страшно смотреть на макеты, которые я рисовал тогда. Но я, если честно, я планировал вообще устроиться работать. То есть я хотел там в какую-нибудь маленькую команду затесаться, рисовать что-нибудь такое. Ну так, part-time искал, потому что надо было совмещать с учебой. В общем, тут интересная история. Я находил разные дизайн-студии, скромненькие. Конечно, я не подавался в какую-нибудь студию известного Артемия. Я искал каких-то ребят, которые тоже на амбициях своих и на инициативе шли. Нашел маленькую дизайн-студию, которая делала прикольные проекты, как мне казалось. И я подумал, что, блин, могу стать частью команды, отправлю свое портфолио, резюме и, может быть, залечу. И очень интересно, что после того, как я отправил заявку к ним, потом я подался в ВК, и тут мне пишут HR в один день и ставят собеседование, два собеседования, то есть одно на работу и одно в ВК в один день. И одно шло за другим, с разницей в час. Я, когда мне позвонили из студии, у меня уже был мандраж, собеседование, вау. А потом еще звонят из ВК, опять собеседование, и все в одну пятницу, в пятницу. В общем... Точно не день для собеседования, пятница. Что это такое? Да, ну, наверное, выбирают, чтобы потом на выходных тебя помучать и подумать. Хотя я думаю, что на собеседовании уже все проявляется, какие-то подводные камни всплывают. В общем, сначала было собеседование на работу, и все было окей, но я там за первые 15 минут говорю, у меня потом собеседование в ВК. Ну, я так честно, зачем что-то скрывать? И говорю, если пройду, то, наверное, к вам не пойду. Вот. Она сказала, хорошо, это же круто, желаем тебе всего лучшего. Мы так... Вообще, я так счастлив, что так круто прошло собеседование. Мне даже сказали, что если вдруг с ВК у меня дальше не продолжится, то приходи опять, попробуй себя снова. А потом было собеседование в ВК, и это настолько душевный разговор был. Мы просто общались, обсуждали мою работу. Вот, к слову о том лирическом отступлении, что нужно подавать, отправлять свои тестовые задания. Это круто, потому что можно получить фидбэк. Даже если работа плохая, тебе хотя бы расскажут о том, какие нюансы стоит проработать. Вот, наверное, даже ради этого стоит подаваться на стажировки. Даже если вы не планируете пойти. Просто податься, сделать тестовое и получить обратную связь. Ой, вот так не надо, пожалуйста. Так лучше наши рекрутеры и ребята, которые все-таки тратят время и рассчитывают на то, что вы пойдете в команду, потом будут расстроены. Но тут еще хочется сказать, что, к сожалению, фидбэк получают только те, кто приходят на собеседование, то есть уже третью ступень проходят. Если вы не попадаете и не попадаете на собеседование в том числе, то, к сожалению, не всегда есть ресурсы, чтобы каждому дать фидбэк, но наши ребята стараются это делать. Вот, и, соответственно, потом мы прособеседовались, и я считаю, что одним из таких козырей в моем кармане, в общем, как я считаю, почему я здесь сейчас с вами, а не дома или в университете, все, наверное, потому что я вот все время, как занимался дизайном, я старался рассказывать о том, как я это делаю. И, в принципе, в любой работе полезно рассказывать о том, как ты делаешь что-то, но в дизайне это особенно интересно, потому что мы видим конечную картинку, а что таится с этим? Что таится за каким-то простым логотипом? Явно не 15 минут работы. И вот пока я делал тестовое, я попутно писал статью, в которой рассказывал какие-то решения, как я опрашивал друзей, с какими трудностями я сталкивался. И все в таком очень не публицистическом, а вообще а-ля блог, вот что-то такое. И я думаю, это понравилось, потому что дизайнерам интересно читать про дизайнеров, не дизайнерам интересно читать про дизайнеров. И я люблю писать. Вот так сложилось. Ну классно, это вообще полезный навык, уметь писать. Расскажи нам, пожалуйста, о том, как вообще ты, после того, как ты услышал, что тебя берут на стажировку, что ты делал дальше? Я думаю, этот заветный момент, когда тебе в личку присылают оффер, он самый такой насыщенный. И первые, наверное, 5 минут я сидел и думал, а не спам лето. О, я тебя прекрасно понимаю. Когда 7 лет назад я то же самое получил, у меня была точно такая же реакция. Тем более у нас получилось так, что до этого не было переписки с моим HR, который прислал мне оффер. И тут из ниоткуда возникает новая личная переписка, там кидают PDF, я открываю, вижу оффер, думаю, ничего себе развод. А вы в точку попали. И я просто сижу и пытаюсь понять, кому идти, чтобы узнать, правда ли это. Благо у меня был до этого еще один HR. Я написал, спросил, это точно? Мне пишут, да. Я говорю, господи, как так вообще случилось? Я тот самый дизайнер, который будет 2 месяца в департаменте работать. В общем, я был просто суперсчастлив. У меня еще это выпало на буквально второй день, кажется. А может быть, это даже было до. В общем, у меня на этот же период выпала свадьба сестры. Я и так в мандраже. Присылают оффер, все это вместе. Короче, жизнь меня явно не очень хочет отпускать вот в эту свободу. И постоянно я на таких эмоциональных качелях был. Я там за три дня до выезда, а я жил в Москве, так как я учусь в Москве, соответственно, у меня стажировка с переездом была. Я покупаю буквально за три дня билеты на поезд, потому что у меня там чемодан вещей. Я думаю, ну все, сейчас все вещи возьму, все в Питере проношу, а там еще жара, ух. В общем, у меня такие флешбеки с Краснодара пошли. Доехал до Питера, и, наверное, одна из самых таких проблемных вещей, о которых стоит задумываться, если стажировка с релокейтом, это выбор жилья. О, да. И как ты решил этот вопрос? Во-первых, первый раз в жизни я попробовал экспириенс проживания в хостеле. Я пять дней прожил в хостеле. И могу сказать... На Неском где-нибудь. Я жил прям за Казанским. О, боже. То есть локация прям вообще... Ну, то есть чума. Но хостел, в общем, по секрету, отвратительно. Я был бы искренне удивлен, если бы ты сказал наоборот, это было прекрасное место. Лучшие годы моей жизни. Ну, все дошло до того, что у меня настроение настолько ухудшилось из-за атмосферы всего вот этого проживания, а, понятное дело, с каждым днем все усугубляется. Мол, я не могу найти жилье, и я что, буду продолжать жить здесь? Или, может быть, вообще вернуться обратно и просто на удаленке эту стажировку? Ну, так не хотелось. И вот все дошло до того, что я пытался дольше в офисе просидеть, чтобы не возвращаться в хостел и проводить там все меньше времени. Благо, в какой-то момент я воспользовался нашим волшебным чатиком про недвижимость, воспользовался волшебным чатиком с барахолочкой и, в общем, написал про то, что я ищу скромненькое жилье, готов помогать по дому. Короче, расписал себя как суперкрутого сожителя. И я вот сколько уже, второй месяц, да, проживаю вместе с сотрудником ВК. О, крутя. О, ничего себе. Вообще. Да, то есть я ВК в Зингере, ВК дома, и вот я не выхожу из ВК никак. Мой поверь, мы все так живем. Все нормально. Мы вот с Пашей, Пашей вообще 7 лет. Я 10. О, Боже. Здравствуйте. Илья, расскажи, пожалуйста, над какими ты работал проектами вот на стажировке. В общем, изначально предполагалось, ну и так и продлилось, в принципе, за всю стажировку, что я попал в команду мессенджера. Соответственно, я работал над всякими сообщеньками, с которыми мы сталкиваемся почти каждый день, заходя ВКонтакте. Даже отдельная вкладочка для мессенджера. И моим таким флагманским проектом, на который я попал, стало оформление чатов. В общем, мы позволили каждому чату быть таким уникальным, и чтобы ребята, если вдруг вам хочется как-то вот раскрасить свой чат, могли выбрать конкретное оформление именно в нем. Вот. Помимо оформления всего мессенджера. И таким образом, я смог донести мысль, которая продвигала всю свою жизнь про уникальность и так далее, еще и поработать над крутым проектом. В общем, я суперсчастлив над тем, что приложил руку к оформлению чатов, потому что, мне кажется, для стажера нет большей радости, чем от зарелизированной фичи. Если ты два месяца упорно каждый день что-то рисуешь или программируешь, или, я не знаю, тестируешь, то самая большая радость за всю стажировку это узнать, что твоя фича ушла в релиз. Да, круто. Ну, тебе определенно повезло с командой. У нас, конечно, все команды очень классные, но команда мессенджера такая центральная кнопка в нашем приложении. Да, это очень классный продукт, особенно для стажировки. Мне кажется, это очень круто. Расскажи немножко о команде, с которой ты работал. Я, наверное, в отличие от многих стажеров, попал сразу в две команды, если так можно сказать. Это, соответственно, сама команда мессенджера и команда департамента дизайна. Мы как-то за все это время, дизайнеры, несмотря на то, что мы работаем над разными проектами, мы тоже сформировали какую-то свою команду. То есть мы находимся все вместе, обсуждаем проекты, делимся мнением. И у меня получалось так, что у меня есть ежедневный созвон с командой мессенджера и еще еженедельный с командой департамента дизайна. И вот на одном созвоне каждый день мы рассказываем, что мы делаем, а на другом каждую неделю мы рассказываем, что мы делаем. Добро пожаловать в реальный мир. Ну, а как вообще атмосфера в команде? Что тебе запомнилось из того, что вы делали? У вас были какие-то совместные прогулки, мероприятия, что-нибудь еще? Вообще, я сам, наверное, вот из тех людей, которые пытаются влезть в каждую активность, быстренько со всеми познакомиться. Ну, я экстраверт, поэтому это мне свойственно. Я сразу подружился со всеми ребятами из команды мессенджера, со всеми ребятами из команды департамента дизайна, со всеми стажерами познакомился. В общем, я такое связующее звено со всеми. У нас, наверное, в первые три дня был тимбилдинг дизайнеров. Так вышло, что мы решили собраться. И для меня это уже был какой-то экспириенс. Я тут буквально несколько дней в команде уже тимбилдинг какой-то. А тут еще и все пришли на меня посмотреть. Что вы делали? Да, кто такой стажер, что они вообще делают? То есть я как такое неведомое существо. Ну, то есть прошлый стажер, Аня, она была год назад. И тут прошел год, и еще один стажер, оказывается, появился. Вот. Мы со всеми поперезнакомились. А что вы делали на тимбилдинге? А мы поехали прогуляться всей командой, собраться, посидеть, поиграть в такие, как это назвать, игры на свежем воздухе. Мне стало интересно, это что? Это Элиас. А, все понял. Это не призби, ничего такого. Это Элиас. Это как бы комнатные игры, но на свежем воздухе. На свежем воздухе тоже работает. Да. Там собралось уже какое-то количество дизайнеров, которых я не видел в Зингере. И для меня это тоже было в новинку. То есть это ребята из других команд, с каждым таким тимбилдингом, не только стажерским, не только с дизайнерским. Я знакомился с разными людьми. Вот. И мне кажется, каждое знакомство по-своему для меня дорого, потому что это все какие-то отдельные частички всей стажировки, и они вместе образуют вот это прекрасное ощущение. А с командой мессенджера мы, прям чтобы конкретного тимбилдинга у нас не было, потому что часть команды работает, например, из Москвы, и вот так собраться не получилось пока. Я очень надеюсь, что, может быть, у мессенджера получится сделать такую общую сходку. Нас можно назвать, как когда-то называли композиторов, могучей кучкой, потому что мы делаем такой бомбический продукт. Мы даем отпор ведущим мессенджерам и сами являемся своего рода начинаателями каких-то фич. Вот. Мне кажется, что это суперкруто, что именно команда мессенджера, а со мной еще два стажера в команде именно мессенджеры работают. В общем, получилась такая супернасыщенная работа. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя остались впечатления от офиса ВКонтакте в доме Зингера? Это была твоя основная локация для работы с командой. Это основная и, наверное, для некоторых, кто идет именно на работу ВКонтакте, это может быть даже решающая вещь работать в таком здании. В общем, когда-то, года два назад, когда я приехал в Питер, с родителями, мы проходили по Невскому мимо дома компании Зингер, и я что-то так вот просто невзначай заикнулся, я буду здесь работать. Кто же знал, что через два года я действительно буду работать именно там, в том самом здании с прекрасными валькириями на фасаде, с этим куполом, с этими прекрасными лестницами. То есть, наверное, каждая частичка этого здания для меня прекрасна. и вся эта атмосфера, которая царит в этом здании, которая пропитана историей не только вот там век назад, да, но и буквально 10 лет назад там такое творилось, там 5 лет назад такое творилось, и ты вот ощущаешь это все на себе, потому что есть сотрудники, которые работали в компании уже там кто-то сначала, кто-то пришел там в какой-то еще период, и они тоже наслаиваются, и тоже разные истории рассказывают, какие-то байки, внутри Зингера ходят свои легенды. В общем, это незабываемое впечатление, когда ты в первый раз заходишь в этот гигантский атриум, когда ты подписываешь эти документы и понимаешь, все, я часть этой команды, хоть и на 2 месяца, но я часть, и я выжму из этой стажировки все, что только можно, я приму участие везде, где только можно, я такое замучу. Илья, как ты думаешь, выжил ли ты, все? Ну, как минимум, я затесался в подкастик, сделал свою фичу вместе с ментором, с Лизой, и, наверное, у нас сейчас проходят какие-то важные изменения в дизайне, внутри команды, то есть мы задумываемся над тем, как представлять себя миру, комьюнити дизайнерскому, и мне повезло, что я попал именно на процесс зарождения, потому что вот я теперь изнутри ощущаю, как все устроено, взаимодействую с разными, с разными командами, и по мере работы над мессенджером у меня, конечно же, было свободное время, надо же себя жалеть, но я, естественно, его тратил на работу, я открыто писал, кидайте мне задачи, я хочу больше делать, больше, все, конечно, Лиза постоянно спрашивала, все ли окей, хорошо ли с нагрузкой, не устаю ли я, и Илья, который ночью дизайн-ревью проводит, в общем, я себя не жалел, но, в общем, в какой-то момент, не советую этого делать, конечно, можно эмоционально выгореть, я-то в какой-то момент себя остановил и сказал, все, одумайся, кто я вообще, то есть, чего я хочу, и я понял, что нужно как-то распределять задачки более-менее оптимально, что нужно реально задумываться над своим временем, периодически посвящать отдыху время, например, и что есть жизнь вне Зингера, например, да, у нас есть комната с кроватью, но это не значит, что нужно спать в офисе. Да, использовать ее совершенно необязательно по прямому назначению всегда. Да, да. Там еще и очередь бывает. Но... Надо записываться заранее. Какие-то моменты Зингера как такой, я не знаю, как Кока-Кола, когда ты пьешь ее, и потом хочется еще, и вот Зингер вызывает эту зависимость, потому что атмосфера, люди, водичка, кофе, срочки, в общем, все это вместе, оно каждое утро напоминает, что стоит съездить в Зингер, стоит поработать, и у меня выработался такой обратный эффект, что я, если хочу поработать, например, с дома, или где-то там в кафешке посидеть, это же мечта любого фрилансера в кафешке поработать, в общем, у меня не получается. Я в любом месте, где не сажусь, то ли муза нету, то ли чего-то еще, мне хочется вернуться в нашу дизайнерскую комнатушку, в нашу пещерку, как мы ее зовем, и вот именно там поработать. Да, и может быть, я там буду один, но вот все это вместе помогает сосредоточиться, задуматься над задачами. Ну, правильно, это вообще хорошая практика работать на работе, а дома отдыхать. На то это и ВКонтакте на практике. Да, все правильно. Конечно, с удаленкой немножко сложновато некоторым, как, например, Паша, который работает из дома, и я тоже, кстати. Нам не привыкать, мы ребята из поддержки. Да. Ну, Илья, сегодня последний день, что, ты думаешь, будет дальше? Какие у тебя планы? Сложно, наверное, осознавать, что последний день, он эмоционально сложный как для меня, я думаю, так и для команды, потому что два месяца, мне кажется, вообще это супероптимальный срок, чтобы прочувствовать работу в реальной компании, еще и с командой подружиться, но и не настолько вписаться, чтобы стать вот неразрывной ячейкой, да, на мне мир не сошелся, но я, понятное дело, часть команды, которая вносит свой вклад, наверное, очень хочется продолжить, потому что я привык к флоу, у меня однозначно изменился режим в принципе, то есть там, не вставать к первой паре, что можно домой приезжать рано и спать хочется, и что можно обсуждать что-то с коллегами, и это не будет про оценки, в общем, все кардинально изменилось, вся жизнь перевернулась, и сейчас очень сложно, я думаю, мне будет вернуться к этому флоу, и даже если я вернусь именно к учебному, да, такому режиму, то какое-то время у меня займет перестраивание, потому что я, наверное, буду ходить в студенческую столовую и спрашивать, а где водичка? А где сырочки? А где сырочки? А где завтраки? А этого не будет. Пятничная пицца, алло. Ты сказал немного нам об учебе, о парах, а на кого ты вообще учишься? Я учусь на инноватика, наверное, кто-то, а может быть, многие будут слышать это впервые. Звучит прикольно. Звучит, да, как какой-то класс в World of Warcraft. Да, ну, нам, наверное, манны больше не нужно, или золото, да, мы про инновации, про что-то новое. В общем, это из разряда специальностей, которые круто звучат, но, черт возьми, что они вообще значат? То есть, ты идешь на нее, потому что у тебя будет настолько красивый диплом. Кто-то там специалист по информационной безопасности, что-то еще, а ты бакалавр по специальности инноватика. Звучит очень круто. Просто как будто закончил какой-то европейский вуз, просто speak English very well, я знаю все, я вообще тут такой профи. Но суть заключается в том, что это стык между экономикой и IT. Учусь я в московском инновационном. Вот я буквально первый курс закончил, и уже тут тусу из бзингеры. Какие вообще у тебя планы на какое-то далекое будущее, ну, более-менее далекое? Там, через пять лет, через десять лет. Ты представляешь примерно, чем ты будешь заниматься, чем ты хочешь заниматься? Хочется менять мир. Это глобально. А если чуть больше конкретики вносить, наверное, если брать про десять лет, уж точно хочется посвятить из этого время работы ВКонтакте дальше, остаться и стать частью департамента и внедриться еще глубже. и, наверное, создать какой-то свой продукт. Я вот все время, что занимаюсь дизайном, да, в принципе, по жизни все время хочу создать что-то свое, такой стартапчик, наверное. Вот, и мы сейчас с ребятами на таких началах делаем что-то свое. Пока это все лишь наброски, это не какие-то шалости. Ну, я уже к этому серьезно подхожу. То есть, мы все планируем, у нас есть джира, все задачки распределены. То есть, я уже теперь как такой серьезный тимлид. Тимлид-дизайнер. Это, наверное, страх любой команды, когда тимлид-дизайнер. Интересненько. А что за шалости? Нет, мне интересно, что за проектик. Но мы делаем... Может так, в двух словах, в общих чертах. Мы делаем мобильное приложение. Понял. Неплохо. Вопрос снят. Два слова. Мобильное приложение. Ну, в общем, мы хотим сделать рынок фудтеха, то есть, вот как рестораны, кафешки и так далее, чуть ближе к пользователю, потребителю. Мы хотим, чтобы он был доступнее. В общем, мы хотим сделать такой алгоритм, который бы рекомендовал места на основе предпочтений. Классный проект. Звучит круто. Классная цель. Да, и это все еще связано с кофе. Мы хотим. Мы нашли точки соприкосновения внутри команды, и это стало кофе. Соответственно, проект тоже про кофе. Круто. Класс. У тебя так достаточно интересно звучит та специальность, на которой ты учишься, а не пожалел, что ты не пошел учиться на дизайнера? Я задумывался над тем, чтобы пойти на дизайнера, но интереса к гуманитарным специальностям, которые так яро требуют университеты при вступлении, у меня как такового не было. Я был из разряда ребят, которые что-то кодили на информатике вне программы. Я писал какие-то свои программки на С++, когда ребята изучали Паскаль. И поэтому я был глубже в математику, информатику, я участвовал в олимпиадах по информатике, там выходил по математике на край, но вот не было никогда интереса изучать литературу, например. А литература в некоторых вузах на дизайнера требуется. И как-то вот так не сложилось у меня. Да и тестовое задание, которое нужно рисовать, ну вот я из тех дизайнеров, которые рисовать ручками не умеют. Вот. Я рисую кнопки. Но вы этими кнопками, кстати, пользуетесь чаще, чем смотрите на какую-нибудь там Монну Лизу, например. Это, кстати, чистая правда. И это не меньше искусства, ребят. Вообще-то да. Что ты можешь посоветовать тем, кто хочет работать в IT, не обязательно в крупных компаниях? Вот какой-нибудь такой вдохновляющий посыл, который ты можешь оставить молодым ребятам, которые еще не вступили на этот путь, но очень хотят. В общем, мне нужно дать такой inspirational speech, как какую-нибудь гуру. Да, нужно зарядить просто людей. Ну, секрета попадания в IT нету. То есть, основной секрет, как и в любой профессии, это просто начать и делать. Но, если развернуть вообще вопрос того, а что является входной точкой, я думаю, что не нужно ждать, когда к вам придет какая-нибудь IT-компания крупная и скажет, ну, у нас есть для тебя позиция, ты вроде как начинающий, и нас там как раз начинающих ищут. Ну, реалии таковы, что нужно делать что-то и нарабатывать опыт, чтобы затесаться, пусть даже и в некрупную компанию. То есть, можно реализовать себя в своих проектах, можно реализовать себя в каких-то проектах друзей, больше инициативности, я думаю. Вот, и постоянно что-то делая, актуализируя свою информацию в голове, ты станешь востребованным в какой-то момент, потому что ты будешь знать то, что нужно будет компаниям, и тогда появится интерес как у тебя, так и у них. В общем, основное это, ребята, делайте, и никогда не сидите и ждите, что кто-то придет к вам, потому что это вы должны быть тем, кто выломает дверь и скажет, это я, у меня там хоть и отвратительнейший веб-сайт, нарисованный, когда-то давным-давно, но я вам сейчас такое забахаю, я и приложения рисую, и логотипы, и если захотите, я и постеры нарисую, в общем, ну, просто совершенствуйте себя, становитесь тем самым супергероем, пусть не дизайнером, может быть, программистом, кто-то в QA, кто-то еще где-то, и тогда мир IT откроется для вас. Круто, очень ободряюще. Я согласна, захотелось заново в IT, в этот прекрасный мир IT. Спасибо тебе, Илья, большое, очень классно поболтали, очень у тебя классный опыт, несмотря на то, что мне, со стороны своего, конечно, опыта кажется, что он небольшой, хотя мне кажется, я в своем так не смогу долго рассказывать. Ну, это очень классное качество, что ты за короткий период времени пробуешь себя в разных сферах. Пробовать, ну, это всегда хорошо, известный факт. Всегда хорошо. И никто не осудит за то, что ты пробуешь. Именно. Алишер Моргенштерн говорил о том, что любые ошибки это опыт, и хуже всего будет не попробовать. И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо вам большое, что нас слушали. Поставьте нам, пожалуйста, лайк на той платформе, где вы нас услышали, и будет классно, если напишите отзыв, нам будет очень приятно. И до скорых встреч. Всем пока. Пока-пока. Может, мы работаем?